В событии обсудили развитие Северного морского пути. Также шла речь о реализации проекта строительства морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области. Совещание провел заместитель председателя правительства России Максим Акимов. Очень решительно будем двигаться для того, чтобы обеспечить исполнение поставленных президентом Российской Федерации, руководством правительства задач по развитию Северного морского пути, увеличению пропускной способности, увеличению объемов перевозки до 80 миллионов тонн с перспективой, в том числе по иным видам груза, развитию Таймыра. В части угля об этом мы тоже сегодня говорили. Но еще раз хочу сказать, так как это сложный проект, он требует синхронизации разных частей. Железнодорожный комплекс, развитие мощностей в морском порту Сабета, развитие ледокольного флота, развитие танкерного флота, развитие вспомогательного флота, развитие энергетики. Все это очень важно и может быть решено только в комплексе. Тогда это приобретет экономический смысл. На встрече в Рио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о создании единой арктической транспортной системы. Она включает в себя не только северный широтный ход, но и железнодорожный коридор Обская Сабета или СШХ-2, а также морской порт Сабета. Проект СШХ-2, выход сети российских железных дорог в Сабету, в то место, где мы сейчас с вами находимся, с выходом, соответственно, на Северный морской путь. Мы можем получить самый восточный порт на трассе Северно-морского пути с подведенной железной дорогой. Учитывая те задачи, которые стоят перед государством восточном секторе Арктики, это и Таймыр, та зона, это будет самое кратчайшее плечо. Ну и на самом деле в нашей акватории еще очень много предстоит сделать. У нас ряд проектов будущих пожижений будут происходить в акватории. Здесь, конечно, необходима безопасная, эффективная логистика. Я уверен, что СШХ-2, учитывая то понимание между ключевыми участниками будущего проекта, оно позволит как раз эти задачи решить. Дмитрий Артюхов отметил, что благодаря проекту СШХ-2 будет создан круглогодичный канал транспортировки грузов, существенно оптимизированные логистические издержки. Также проект позволит провести диверсификацию каналов экспорта углеводородов по Севморпути с возможностью перенаправления грузопотоков, сообщает пресс-служба главы региона.